Она есть, она реализована на примерах, она прокладывает, что можно сделать дальше, в принципе, и через какое-то время, может быть, будет квадратный компьютер. Когда мы знаем, мы еще впереди, а мы работаем. Вот лекция будет о том, что есть такое новое слово в информации, и как к этой подойти, и как выбрать себе подходящее занятие в этой невероятно большой образовании. В последней лекции пользуется спрос. Почему? Это всегда можно было куда-то заглянуть и что-то узнать. Мы в театр ходим не потому, что мы не читали Шекспира, а мы идем в театр еще и потому, чтобы посмотреть на презентацию, на перформанс. Добрый день, уважаемые гости. Добро пожаловать на университетские субботы в НИА-УМНИФИ. Сегодня я рад вам представить профессора кафедры теоретической альтернативной физики Яковлева Валерия Петровича с темой лекции «Что такое квантовая информация?» Спасибо. Мы двинемся сразу дальше. Значит, вот как? В музыке это называется прелюдия, а в русском фольклоре это называется присказка. Те, кто не видели, пускай ознакомятся. То, что здесь изображено, это регистрация выдающегося, ну если угодно, экспериментального события, которое произошло сравнительно недавно. А именно на этом слайде изображена интерференционная картина лазерной интерференции от прихода гравитационной волны, от источника, который там находится где-то в миллионе световых лет от Земли. Так что события это у них там в том месте произошло очень давно. Вот гравитационная волна, это первая регистрация гравитационной волны, здесь отображена в виде этой картинки. Значит, так вот, мы все говорим, за что мы ценим информацию? За то, что она имеет какое-то содержание, смысл. Вот эта картинка нам интересна именно потому, что она содержит эту информацию о таком событии. Да, почему я сказал, что есть и второй план под тем, что я показал эту картинку. Дело в том, что событие будет, конечно, найдет отражение, будет зафиксировано в истории физики, и через какое-то врисное удовольствие констатировать тот факт, что вы были, так же, как и я, например, и многие другие, были современниками этого события. Что на самом деле тоже интересно. Так вот, теперь возвращаясь к информации. Та информация, которая вот здесь впечатлена, эта информация, это то, что мы ценим, когда мы интересуемся информацией, черпаем ее из окружающего мира. Но это не единственное, да, но не об этой стороне информации дальше пойдет речь. Пойдет речь об информации как, ну, если угодно, предмете математического исчисления. Значит, еще одно замечание к тому, что здесь изображен журнал, кто-то печатал, поэтому там этот цветной слайд был в помощи программской техники нанесен на страницу и так далее. Что было до этого, тоже можно сказать. После этого следующие события я принес эту ксерокопию на свою электронную, на свою database storage, так сказать, принес сюда, мы перекопировали на hard disk компьютерную систему, которая здесь стоит. Потом, когда включили через оптическую систему, это все трансформировалось в световые волны, которые прошли через оптическую систему, попали на экран, потом с экрана вы их увидели, пропустили через свою биологическую оптическую систему, через глаза, там на сетчатке образовались какие-то возбуждения, пошли сигналы в мозг, в мозг, там химические какие-то связи неровные и так далее, они тоже как-то дешифровали эту информацию. Информация, которая здесь записана, если угодно, она претерпела множество изменений, но она от этого не изменила. И вот эта информация, вот такая вот, как здесь, это то, что называется классическая информация. По пути ее трансформации, преобразования, записи, передачи, накоплений и так далее, вот произведения, шифровки, дешифровки, много было разных процессов. Эти процессы, разные системы там были задействованы. Эти процессы физические, это есть основа, так сказать, мироздания, это физика. Физические процессы, но информация, которая здесь изображена, претерпевала, так сказать, проходила через эти процессы, не видоизменяясь, она оставалась такой, какой есть. И об этой вот второй ипостасе этой информации я буду говорить. Об информации как предмете математического исчезления. Информация, это то, что можно измерять, как предмет математического исчезления, надо в чем-то мерить. Кратко просто, в нескольких словах, напомню, то, что вы хорошо знаете, зато может быть даже лучше, чем я. О том, что, значит, информацию меряет, единица измерения информации является бит. Бит – это двоичная переменная, принимающая два значения. Вот они там написаны. Ноль или единица, да или нет, это без разницы. Логический ноль, логический единица. И вот количество бит в информации – это есть объем информации, как математического объекта. Как реализовать бит информации с помощью физических систем? Ну, миллионы, если бы, может быть, несколько меньше способов есть. Вот здесь просто схематически я изобразил. Должна быть какая-то физическая система, которая есть два устойчивых, хорошо определенных состояния, которые называют триггером. Ну, например, это будет как вот изображено здесь, вот здесь. Это какая-то твердотельная матрица, ну, полупродниковая, в нее внедрены какие-то неоднородности, примеси и так далее. Эти примеси могут быть незаряженные, или они могут быть заряжены. Тогда вот такое состояние – это хорошее определенное, это ноль, скажем логически, а такое состояние – это не динамик. Вот, пожалуйста, реализация бит информации. Ну, другой пример, это я не буду в детали вдаваться, например, ток, через как контакт течет, да? Он может течь при одном потенциале, при другом потенциале, запирающем, он не течет. Не течет. Течет – единица, не течет – ноль. Это тоже реализация бит информации. Но я привел элементарные примеры, не потому, что они самые главные. Важно другого, что вот как реализовать физически, и эта система физическая, и эта система физическая. И она, каждая из этих систем, управляется физическими законами. Протекание тока, взаимодействие, мы так далее, воздействие внешних полей и все такое прочее. Но вот эти вот ноль и единицы логические, которые представляют собой два значения бита информации, да, они от этого не зависят. А вот величина, которая является логарифтом основания 2 от числа n, от числа возможных чисел, которые в этой битовой цепочке. Это и есть, с одной стороны, число битов, с другой стороны, это есть количество информации, это длина двоичной строки. Ну, самое простое, это опять по-видимому вы знаете, как это сказать. Вот, скажем, вы загадали число, ну, я не знаю, какое-то, от единицы до восьми, одно из восьми чисел. Я не знаю, что вы загадали. Для меня это случайная величина. С равной вероятностью вы можете любое сделать. Меня спрашивают, какое это число. Я говорю, что я задам три вопроса, максимум, и число это угадаю. Это как раз вот есть то, что здесь написано. Один из восьми возможных вариантов. Это логарифт по основанию два, числа восемь, тройка. Три вопроса задам. Это максимум, что нужно. Это и есть число битов информации, которые я получил. Это вот как раз и есть то количество, то количество позиций, то количество битов, которые здесь представлены. Теперь дальше. Еще несколько слов по тому, что вы изображены на этом слайде. Значит, ну вот в 50-е годы, это вторая половина 50-х годов, когда я тоже когда был, учился в школе, и все такое прочее. Это был период, когда вот технологии и техника, теория информации, ее реализация, ее представление получили бурное развитие. То есть началось строительство электронов и члительных машин с нарастающей скоростью, с нарастающей их объемом, размером и так далее. Так что я даже сказал бы так, это было то время, когда уже Норберт Виннер уже придумал, изобрел слово кибернетика. Ну так вот, дальнейшая эволюция двигалась в следующем направлении. Что нужно сделать? Нужно как можно больше иметь элементарных ячеек, но в разумном объеме, да? То есть должна быть, как говорят, масштабируемость. Второе. Нужно, чтобы они работали побыстрее, должно быть быстродействие. Кроме того, так что, должны быть, системы должны быть очень большие, потому что там текут токи, там стоят какие-то элементы, которые, токи нагреваются и так далее, тепло, тепло разрушает и все такое прочее. Поэтому, скажем, бессом быстрадействовать в том, еще и той машиной, которая была в те годы там в дубне по зоне. Я там ни разу не был в этом помещении. Она занимала огромное помещение, там стояли в этих машинах огромные лампы, там были толстые провода, надо было все это охлаждать и так далее. В МИФе тоже тогда была потом чуть позже машина, но она тоже занимала огромное место. А теперь почти у каждого из вас там, либо дома, либо на руке, я не люблю это слово, ну, гаджеты, да, так вот здесь по гаджету, которые обладают черескайно большой мощностью, даже сравнимой с тем, что тогда и не есть у человеческой машины. То есть прогресс двигался в сторону миниатюризации. Чем меньше, тем 22 нанометра. Значит, тем не менее, это вот то, что я вот как бы читаю, что мы создаем это контролируемым образом, то есть чистое, там нет ненужных примесей и все такое прочее. Так вот, если взять вот хобик с такими размерами, то там все равно будет, ну, твердого тела, плотно упакованного, там все равно будет много атомов. То есть по сравнению с атомным масштабом, эта величина еще большая. Но процесс продолжается, процесс миниатюризации продолжается. Это означает, что мы уже приближаемся к той ситуации, когда, ну, грубо говоря, носителем информации роль ПИТа может исполнять квантовые объекты, типа атома там или ядерного спина и так далее. Чисто технологической, которая привела к тому, что возник вопрос о том, а как же тогда иметь дело с информацией, как ее описывать и все такое прочее, если она записывается на квантовом объекте. Вот об этом и пойдет речь дальше. Значит, ну, это вот не очень высокого качества, то есть не очень высокого художественного содержания комикс, но он просто часто его приводит, когда говорят о квантовой информации. Значит, два здесь персонажа, слева и справа, справа Алиса, слева Боб, они обмениваются фразами, вы эти фразы прочитали. Какой смысл того, что здесь написано? А в том, что в квантовом мире, который является реальным физическим миром, а классическим миром является лишь приближенным его описанием. Так вот, в квантовом мире какие-то действуют квантовые законы. А квантовые законы зачастую, я не люблю их всегда, но зачастую приводят к неким утверждениям, ну, говорят, высоким таким языком, контринтуитивным или утверждениям, которые кажутся абсурдными или не совсем понятными с точки зрения наших классических представлений. Вот смысл этого комикса. Дальше, ну, как бы вот, то, что крупными мазками, план того, что я хотел бы рассказать. Я поставил там вопрос по поводу того, как создать квантовый компьютер. Люди, человечество над этим работает. Люди работают во всех лабораториях, маломальских физических лабораториях мира. А я ограничусь только словами, которые, ну, в общем, восходят к Казьме Пруткову. Помните, он говорил, вот третий пункт здесь имеет смысл. Это начало того конца, которым заканчивается начало. Вот дойдем ли мы до этого известной сегодняшней лекции? Значит, теперь двинемся дальше. Значит, это два здесь упомянутых имени. Известный вам Ричард Фейнман, ну, может быть, неизвестный Белли Дойч. И годы. Вы видите, от начала 80-х годов. Ну, фактически, вот в ближней ретроспективе, если угодно, да, вот с публикации этих работ и началось то, что теперь составляет сферу квантовой информации. То есть это та сфера, в которой оказались соединенными воедино классическая теория информации и законы квантовой физики. Ну, вот я больше не дам. Так называются какие-то истоки, понятия, которые сейчас связаны с квантовой информацией, они восходят еще к тому золотому времени, когда была закончена и заканчивая сформулировка квантовой механики. Это вот 35-й год, там публикация трех авторов, я об этом два слова позже скажу, и публикация Эрнерша Эрнера. Значит, и там можно проследить вот те самые гносеологические, принципиальные основания тоже квантовой информации. Начинаем с описанием с квантовой информацией, которая кодируется или записывается с помощью на квантовых состояниях системы. Ну, вот здесь я использую кубит, это слово, так сказать, квантумбит, было придумано. А здесь обозначены, что это вот две поляризации, как его можно реализовать? Используют две поляризации света. Световая волна, там два вектора поляризации. Я специально написал те обозначения, которые используются в современной науке. Вот что-то, изображенное в такой вот скобке. Два слова потом об этих скобках. Есть и другой, другая система. Это очень широко используется система, мы об этом в дальнейшем чуть поговорим. Есть другая система, это, скажем, внутренние электронные состояния атома или иона. Ну, одно состояние, написано там, грант, основное, другое, буква Е, эксайты. Вот два состояния, они тоже, на них можно образовать кубик. Значит, вот здесь, чтобы это не было совсем уж голословно, значит, я здесь так вот для регистрации написал Йон Кальция 40, частые применяющиеся в этих науках. И вот там на двух состояниях, на двух компонентах, сверхтонких компонентах основного состояния, можно образовать кубик. Он реально так образуется. Следующий вопрос в том, как я сделал, как им управлять? На самом деле, вот для поляризации это очень просто. Это, скажем, я оставлю на пути светового луча, так сказать, какие-то оптические элементы, ну, пластину, например, да, лучопроложающий кристалл, который будет вращать плоскость поляризации. И тем самым я буду поворачивать ноль и единицу вот этого состояния в нужном дне направления. Здесь, здесь тоже очень просто. Здесь можно прикладывать электромагнитные поля. Ну, если вот для Кальция, вот для этого перехода, это, скажем, какое-то радиочастотное поле. Но можно управлять с помощью лазерных полей, когда переход будет совершаться двух фотонов через какое-то промежуточное состояние. Так что это известные и хорошо, так сказать, разработанные методы, связанные со взаимодействием атомов с резонансным излучением того или иного диапазона, которые позволяют очень легко с высокой точностью и надежностью управлять пульом. Теперь, как я обещал, я, так сказать, вот комментарии к этим обозначениям. Они принадлежат Дерак. Ну, вот я сказал так, что вот есть вот ноль, в такой скобке угловой есть единица. И сам Бог, что называется, велел исполнять роль публика. Вот в квантовой механике частицы, например, электроны, а также другие частицы, как ядро, просто, как ядро протона, ядро водорода протона, либо ядро более сложное, обладают то, что называется, собственным механическим моментом. Его называют спином. Спин – это вот некая величина, равная половине постоянной квантов, как размер. обычная величина. Обычно пишут, что это величина безразмерна, да, говорят, спин – одна, вторая. Вот есть много частиц, обладающих спином – одна, вторая. А тогда, это квантовая механика будет, такая частица, со спином – одна, вторая, может находиться в двух спиновых состояниях. Спин, что называется, ап, по оси, и спин – даун, противо оси, только два состояния. Такое состояние можно использовать в качестве состояния кубита. И вот я здесь, конечно, надо относиться к этим картинкам как условностям. Вот так вот, одно состояние, это будет отрекнуть нулем, а это состояние, с проекцией минус, одна, вторая, снизу. Будет отрекнуть нулемы. Теперь дальше. Спинами тоже легко управлять, таким кубитом тоже легко управлять. А именно, значит, если есть, да, обращаю ваше внимание, что вот понятие спина в квантовом мире, это есть нечто присущее этому миру, это реальность. В классическом мире спина нет. Это понятие, вообще такая личина, отсутствует. Это означает, что все эффекты, наблюдаемые физические эффекты, которые основаны на существовании собственного магнитного момента и спина, их просто нет в классической механике. Поэтому, скажем, в классической механике не было бы ферромагнетиков, не было бы много чего. Это свойство реального квантового мира. Теперь, значит, и так, когда кубит, образованный на этих вот состояниях, спиновых состояниях, им тоже легко управлять. Почему? Если есть спина, в такой частице есть, так как называется, магнитный момент. А магнитный момент, помещенный в магнитное поле, начинает процессировать. А тогда спиновое состояние будет меняться. Это можно делать так, можно иным способом, и так далее. То есть, техника хорошо известна. Поехали дальше. Значит, вот опять возвращаюсь к тому фундаментальному понятию, то есть, к тому начальному понятию, о котором я говорил. Вот у нас есть классический бит. Вот классический бит находится в состоянии либо 0, либо 1. Вот если вспомнить «Изберегись автомобиля», «Изберегись автомобиля», понятия, как он спрашивает, «А не замахнутся ли нам на велья бы нашего Шекспира?» Так вот, если замахнутся на велья бы нашего Шекспира, то вот фраза Гамлета звучит, да, как она звучит тут. «To be or not to be?» Ну, а теперь посмотрим, что будет с квантовым битом. Квантовый бит, он может находиться в состоянии 0 и 1. Но фундаментальное свойство квантовой физики состоит в том, что если у квантовой системы есть два состояния, которые мы идентифицировали в нулевые единицы, есть состояние, которое есть, и, как говорят, суперпозиция, это фундаментальная основа квантовой механизмы. С какими-то коэффициентами комплексными. То есть здесь еще много всяких параметров. И кубит, квантовый бит, может находиться не только в таком или в таком состоянии, но можно, то есть в состоянии, которое отвечает 0 или 1, но он может находиться вот в таком состоянии. Но опять, если использовать слова, а слово произнесенное зачастую бывает просто ложь, если использовать эти слова, то мы сказали бы так, что в соответствии с Шекспиром перефразировать, как говорили бы, Гамрета, и кубит сказал бы to be and not to be. На этой шутке, которую я изобрел несколько лет тому назад, вот сейчас просто повторюсь. Вот так вот. А теперь представьте себе, что у нас есть система, состоящая из N штук, ну, как говорят, регистры, состоящие из N кубитов. Вот они здесь нарисованы, иллюстрации. Это спиды, спиды, вверх, вниз, и так далее, вверх, вниз, и так далее. Тогда это какая-то двоичная строка, которая изображает в двоичной записи число X. Ну, по-другому ориентироваться ориентироваться на вот эти спиды. Так что, другая будет строка из 0 единиц, это будет другое число. Значит, тогда можно записать одно число либо другое. Вот если бы здесь была эта цепочка битов, то там каждый раз я мог бы записать только одно число, то есть одну цепочку нулей и единиц. А чтобы написать другую, я мог бы эту тирею и переориентировать. А вот кубиты, они обладают тем свойством, что я могу из-за принципа суперпозиции я могу взять состояние, которое есть суперпозиция всех возможных цепочек из нулей и единиц. Ну, точнее, которые изображают любую цепочку из нулей и единиц. То есть, в этом регистре, квантовом регистре, одновременно может быть записано не одно число как в классическом регистре, а два в степени N чисел. Здесь плохо видно, да, два в степени N чисел. Ну, легко почитать. Каждые два состояния, всего их N штук, и два в степени N. Два в степени N чисел будут записаны одновременно. Что такое это экспоненциальная зависимость? Что это такое? Вот, чтобы представить себе, почувствовать, что такое экспоненциальная зависимость, я, ну, как говорится, позволю себе напомнить вам просто, помните, знаменитая легенда по поводу изобретателя шахмат, который попросил там награды в виде одной зернышка за первую клетку, два зерна, за вторую и так далее. Да, за каждую клетку еще в два раза больше, чем за предыдущие. Но это невозможно было исполнить. Вот если вы нужно 2,64 степени зерен, то никак не подсчитаете, да? А тогда, если вы возьмете даже вес этого зернышка, ну, пускай это будет один карат, ну, который вешает на церниках, один карат это 0,2 грамма, пускай даже каждое зернышко будет весом 0,2 грамма. После этого вы посчитаете, сколько таких зерен надо, 2,64 степени, какой будет вес. Вот если сравнить с урожаем зерновых, которые Россия собирает, скажем, в течение года, то понадобится приблизительно тысяча таких урожаев, чтобы, так сказать, такое количество зерен, чтобы получить 2,64. То есть экспоненциально зависимость это чудовищно сильная зависимость, особенно, когда это далеко. Это чтобы прочувствовать просто каждое число так все того должно играть. Ну так вот. Поэтому здесь будут сразу заполнены, могут быть записаны все числа от 0 до 2 в степени аминус 1, а тогда это вот из-за квантового, сугубо квантового принципа суперпозиции, который есть в квантовой механике, но его нет в классической механике. Поэтому такое может быть на квантовой системе, на квантовом компьютере, но не может быть на классической компьютере. Не потому, что мы не умеем этого делать, а потому, что это не может быть никогда на классическом компьютере. Дальше. А дальше вот смотрите, что здесь я просто для иллюстрации нарисовал. Предположим, мы делаем вычисление, вычисляем какую-то функцию. Я тогда могу на вход подать вот сразу все эти числа, 20-ти миллион чисел, а здесь применить вот эту операцию, какую-то вычислить. Ну вот она этим блоком обозначена. Тогда на выходе я получу значение, это вычислено значение этой функции, которую надо вычислить, за один шаг называется шаг. Сразу для 2-в степени n значений аргумента. Ну так я сказал, что экспоненциальная зависимость это чудовищное огромное число значений. Поэтому это означает, что я эту функцию вычислить за один шаг. Чтобы то же самое сделать на классическом вычислить устройстве понадобилось по экспоненциально большое число шагов. Поэтому даже при большом быстродействии времени не надо было получить. Вот это получил название эффект квантовый бронеризм. Это понятие прежде дочери. Я здесь внизу еще укомянул слово интерференция. Что имеется в виду? Если квантовое состояние эволюционирует, их эволюция описывается волновыми запомнены. А как вы знаете, волны могут складываться, интерферируя, то есть складываясь конструктивно и деструктивно возникает интерференционная картина. Когда мы работаем с квантовой информацией и носителем этой информации является квантовое состояние, то сама информация записной квантовой информации тоже будет интерферировать. И это будет элемент вычислить. Что такое вычисление? Это манипулирование информация, которая записана. Это манипулирование такими вот числами. Раз они будут эффектной интерференцией, вычисление, кто будет интерферировать и квантовой. И это будет целый ряда рядами. Все. внизу я просто полноты картины сказал. И вот это обстоятельство, то, что можно делать такими суперпозициями, является на самом деле очень серьезной трудностью на пути реального создания многокубитных систем, которые нужны были бы, чтобы получить хороший компьютер. Дело в том, что суперпозиция это такая вещь, которая знает и содержит не только абсолютную величину значения но и фазовые множители. Это комплексные числа. А фазовые множители очень чувствительны ко всяким реальным шумам неточностей, которые есть в системе. Токи флуктуруют, поля флуктуруют и так далее. Фазы будут чуть-чуть меняться. А раз это очень такая тонкая чувствительная система, которая будет сильно отвлекаться на маленькие воздействия. Чем больше системы, тем это отвлечение будет более сильным. Поэтому это может произойти и будет происходить, если не следить за возмущениями, будет происходить сильное нарушение конкурентности. А так как вычисления на квантовом компьютере это и есть процесс манипулирован вот этими состояниями, то нарушение конкурентности придет к тому, что там начнется сбой, и системы будут считать совсем не то, что начнутся, будут возникать ошибки. вот то, что нужно для одной из проблем на пути создания квантовом компьютера стоит в том, что надо очень аккуратно контролировать всякие шумы, побочные воздействия и так далее. Ну вот иногда употребляют здесь слово, я не люблю это слово, но плохо звучит по-русски, декогеренция, лучше говорить с моей точки зрения, разрушение конкурентности. Так вот, декогерентности необходимо бить, его надо избегать. А это вопрос уже тем, которые создают и работают над созданием квантовых компьютеров. А именно, надо создавать такие системы, то есть следите за вакуумом, за стабильностью токов и так далее, и так далее, и так далее. То есть должны быть как можно поиметь как можно меньше возмущения в системе. Но, я бы сказал так, что вот помните олимпийский принцип altius, citius, fortius, да, вот его надо добавить здесь еще одни, precius, точность должна быть, точность контроля, точность измерения и контроля западных. Двинемся дальше. Значит, вот еще есть одна ипостась, одно свойство квантовых состояний, которое получило название перепутанные состояния. Я вам говорил, что это, на самом деле, вот это понимание, которое связано с этим состоянием, восходит еще к 35-му году. Вот Альберт Эйнштейн, который много сделал в квантомеханике, но по сути он был, ну так, он был сугубо классический человек, с классическим восприятием. И поэтому ему квантовых механик к этому времени была сформулирована, и там были некие вот состояние, которые я сейчас скажу, которые, глядь на которые, Эйнштейн сказал, что они как-то с его точки зрения не очень хорошие, и это приводит к тому, что он сделал вывод, что квантовых механика, по-видимому неполная теория. Это получил название парадокса Эйнштейна Подольского Розена на 35 годах. Вот Эрвин Шренингер, отвечая на замечание Эйнштейна, а вот это удивительное дело, так сказать, человек, великий, гениальный человек, как каким был Альберт Эйнштейн. Одним самым фактом, что он задал такой вопрос, ответ был, его мнение было не совсем правильным, это совсем неправильным. Но задав этот вопрос, он стимулировал лучшее понимание физики, которое сейчас есть. Ну так вот, Эйнштейнгер, отвечая на замечание Подольского Розена вот этой статьи, он ввел понятие, ну тогда писали на немецком такие, это понятие, вот оно здесь написано по-немецки, фершранхайд, потом перевод на английский Intentment, ну по-русски мы говорим перепутанные, понятие перепутанных состояний, вот в кванту механике есть то, что называется перепутанными состояниями, фершранхвайтсвайд, фуантом систем, то, что было у Дарвина Фиалинка. Ну так вот, и вот такие состояния есть, и вот один из примеров такого состояния, вот я здесь прямо сейчас вот здесь написал, вот если вот здесь стрелочками это изображение спиновое состояние вверх-вниз, вот есть две частицы со спином одна-вторая, и вот такое вот состояние, как здесь написано, Такое состояние в планкой механике есть. Оно, так сказать, рутинное. Вот это состояние, это два спина, это состояние с суммарным спином 0 и проекцией на некую позицию Z равной 0. Есть такое состояние. Но в этом состоянии спин ни той, ни первой частицы, ни второй частицы не имеет определенного значения. Вот это состояние, так называемое ЭПР-парой, парой Эйнштейна-Подольского роста. Вот в этом состоянии что будет? Спин каждой частицы, проекция на ось Z, не имеет определенного значения. То есть 50-50, значение первого кубита никакого. И 0 в 50% вероятностью, и 1. И со второй частицей то же самое. Но, если вы произвели измеренную частицу, у вас другая у меня. Я измерил спин своей частицы, получил какой-то результат, априори я не знаю какой-то. Ну какой-то будет, один из двух. Но если я получил какой-то результат, например, я получил вот такой результат, тогда та частица, которая у вас, она будет в состоянии с противоположностью. То есть есть 100% корреляция между результатами измерения. Вот такой корреляции в классической физике нет. И вот количественной проверкой наличия таких квантовых корреляций в перепутанных состояниях, это именно корреляция. Это не то, что я измерил, получил результат, позвонил вам и сказал, так сказать, у вас получился такой результат. Нет. Мы никакого общения не имеем. Я измерил частицу, которая находится у меня, вам ничего не сообщал, но частица вторая, первая, которая находится у вас, она будет в таком состоянии. Потом вы можете проверить их. Вот это 100% корреляция, которая имеет место. И вот ее количественная проверка основана на результатах, которые были получены Джонгом Беллом в 64-м году и получили название неравенства Белла. Ну это некий, там вычисляется корреляционный коэффициент, который описывает корреляцию результата некого протокола измерения, производящегося над первой частицей, над второй, двумя независимыми наблюдателями. Так вот, если все основано на классическом представлении, как его говорят, на локальном реализме, который считал правильным Айберг Эйнштейн, то этот коэффициент должен быть меньше неравенства. Допустим, если взять такое состояние, то тот же самый коэффициент корреляции, то есть то, что будет измерено на эксперименте, он будет заведомо больше двух. Он будет такой. И это подтверждено многочисленными экспериментами. Мы делали так, они брали перепутанные по полиационным состояниям двух фотонов, арендовали там у какой-то компании оптоволоконные линии, запустили эти два фотона в перепутанном состоянии по двум, так сказать, путям этого оптоволоконной линии. Один пошел в один университет фотон, другой пошел в другой университет фотон. Расстояние там были десятки километров, они производили измерения, ну и сопоставили потом, рассмотрели корреляционные коэффициенты их измерения. Ну и вот это соотношение, то, что оно противоречит неравенству Белла, было подтверждено с хорошим качеством. Теперь вот...